Да, здравствуйте, советская власть, совершенно верно, в лице Марка Цукерберга, потому что сегодня власть это Фейсбук. В Уфу приехали беспринципные чтения. Проект, в котором популярные актеры со сцены читают рассказы как видных, так и неизвестных авторов. Формат придумал писатель Александр Цыпкин. В столицу Башкирии он привез актеров Дмитрия Чеботарева и Анну Михалкову. Специальный гость Максим Виторган. Формат вот этих вот чтений сейчас, в общем, захватил как-то рынок. Это вдруг стало очень популярным. Для меня, честно говоря, порой это загадка, особенно когда собирается и читает какое-то очень известное произведение, я не очень понимаю, что заставляет людей приходить и слушать, но тем не менее это так. До начала чтения актеры и авторы встретились с уфимцами. Организаторы говорят, что сегодня нет разницы между столичными и провинциальными писателями. Человек пишет либо хорошо, либо плохо, либо интересно, либо неинтересно. Никакой разницы я не почувствовал ни между уфимскими авторами и московскими, ни между калининградскими и иркутскими. У нас всегда рассказы про человеческие отношения и про чувства. Мужчин, женщин, отцов, детей, друзей, неважно. У нас общеполитического контекста нет или исторического контекста нет. У нас всегда про чувства людей. Они везде одинаковые. И сто лет назад, и через 200 будут. Но через 200 уже будут другие, а тут пока так. На чтениях можно услышать произведения местных авторов. Александр Цыпкин сам отбирает участников. Прислать свой рассказ может любой желающий. В России всегда не хватало авторов интеллектуальной комедии. У нас никаких нет проблем с драмой, у нас нет никаких проблем с примитивными комедиями. А вот интеллектуальной комедии не хватает. Причем я еще на этот уровень, мне еще только предстоит на него выйти когда-нибудь. Если мне повезет, и я буду много работать и развиваться, то там такие ориентиры, как Горин или Михаил Михайлович Живанецкий. Это как ориентиры впереди. Будди Аллен. Будди Аллен. Вот этого нам не хватает. Поэтому если к чему-то хочется стремиться, то вот к этому. Беспринципные чтения появились в 2015 году. За три с половиной года прошло более 200 выступлений по всему миру. В проекте приняли участие свыше 20 авторов и 50 актеров. В Уфе чтения стали уже традиционными, и такой формат интеллектуального отдыха не оставил жителей города равнодушными.